Один молодой человек в те времена советские, когда преследовали христиан, попал в места лишения свободы. Ему было всего лишь где-то, может быть, 21,5, очень молод, и никогда еще не пробовал, что это такое. И вот когда его перевели в исправительно-трудовую колонию, он увидел, работал в очень тяжелом цеху, люди приходили на обед уставшие, еды было мало, все были очень грязные от дыма, потому что помещение не вентилировалось, где производилась сварка. Они даже этими грязными черными руками, не было возможности помыть руки, садились за столы, и ставилась еда. И он видит такую картину. Бачки с супами, с кашей стоят на одной стороне стола, там же лежит хлеб. И самый первый человек, он авторитетный, блатной это называется, уважаемый, он имеет право первым взять. Он отламывает самый лучший кусок хлеба, самый большой, и он ныряет туда черпаком в бачок, вылавливает, если там из карташина кладет себе, потом собирает жир поверху и двигает бачок номеру два. Номер два тоже берет лучшее, что может оттуда взять, и бачок идет номеру три, четыре, а за столом десять человек. И брата уважает, говорят, ты за свои убеждения здесь, мы таких людей уважаем, ты будешь третьим. Он старается как-то равномерно набрать, как правильно, но смотрит, что девятому и десятому практически никогда не остается ничего. И что делать? Он третий, Господь его благословил, ему всегда еды хватит. Но христианское сердце, которое знает о любви Христа, о заботе, о нуждающихся людях, не может с этим смириться. Как я буду есть, если мой товарищ на конце стола каждый раз остается без еды? А почему так спокойно реагируют на это блатные? Потому что те, которые там накроют, они никто и ничто. Они презренные люди, поэтому их страдания никого не касаются. Вот если бы номер три, ты, страдающий за свои убеждения, не ел, может, нас что-то бы и касалось. Что делать? Он выбирает простую и очень стратегию. Я могу с совести снять ответственность. Изменить ситуацию не могу, надавить не могу, потому что я здесь не устанавливаю порядки, но могу уступить свою еду. Поэтому каждый раз, когда бачок подходит к нему, он двигает его номер у четыре. Бачок доходит до десятого, если там что-то остается, возвращается ему. Когда-то остается, когда-то не остается. И идут дни, идут недели. И кажется, ничего не происходит. И вдруг, может быть, через месяц или полтора, номер один вдруг в сердцах выкрикивает. «Достал ты меня уже этим терпением!» И дает команду номеру пять. С сегодняшнего дня ты будешь подыматься и делить всем поровну за нашим столом всю еду. За этим столом победило Царство Божие.